здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я таро лаки практик и сегодня мы с вами будем гадать на магическом гербарии на такую тему совет от высших сил то есть какое вы растение сегодня да это очень интересное веселое гадание но несет глубокий смысл то есть мы определим с вами в каком сейчас вы находитесь примерно состоянии положений и какой совет высшие силы вам дадут на сегодняшний день через эти вот великолепные карты они очень красивые мне так нравится всегда итак пока я выкладываю карты я вас приглашаю на индивидуальные расклады а также на консультации по ясновидению и на ритуалы пишите мне вайбер ватсап вконтакте в инстаграм я вам отвечу сообщу все свои условия консультации и цены и мы с вами поработаем также приглашаю вас свою группу вконтакте диагностика сканирование целителями там есть все для развития экстрасенсорных способностей и приглашаю вас в инстаграм там каждый день есть новые онлайн гадания и какие-то подсказки для вас и так напоминаю что у нас есть второй канал он называется и life это канала нашей жизни обязательно подписывайтесь ссылка на канал есть в описании каждому видео также знайте что это видео актуально на тот момент когда вы его смотрите даже если она записана много лет назад итак 1 2 3 4 5 6 позиции какое вы растение сегодня какой совет вам дадут высшие силы на сегодняшний день и мы начинаем для тех кто выбрал первую позицию вышла карта лопух вы лопух и карта советует вам использовать свои ресурсы есть такое предание что раз в год древние кельты гасили огонь дома в своем очаге и снова его разжигали с помощью углей из общего очага карта показывает в первую очередь что возможно ваши силы на исходе возможно выпаду стали и ваша как бы внутренняя батарейка подходит к концу бывает такое что человек истощен бывает такое что человек очень нуждается в поддержке в помощи окружающих но не понимает этого даже вот вам нужно вспомнить человека по этой карте которому вы часто обращаетесь если вам плохо тот кто вас всегда поддержит тот кто вас всегда отогреет у своего так скажем внутреннего огня и обратиться к этому человеку за помощью за поддержкой может быть поговорить пообщаться душу излить любом случае это вам сейчас очень необходимо карта показывает что на самом деле человек вы очень сильный вы можете заботиться об окружающих людях и может быть и не всегда вы умеете принимать заботу на других и вам нужно научиться это делать то есть обратитесь к тому кто вас поддержит а или всегда поддерживал и научитесь принимать заботу научитесь принимать от других помощь карта лопух часто показывает что вы можете выздороветь от какой-то болезни корни у лопуха всегда очень очень глубокие глубоко глубоко в землю и когда они прорастают они даже камень могут раздолбить представляете какая сила у этого растения у вас глубокие родовые корни у вас глубокие такие знаете родовые каналы которые задерживают вас на этой земле возможно вы даже человек долгожитель и вам нужна связь с вашим родом прям нужно кому-то может быть из родственников сходить пообщаться вспомнить о них позвонить какие-то старые истории повспоминать с родственниками просто мысленно обращаться к своим родовым каналам мол укрепите меня заземлите меня часто по этой карте нужна медитация на огонь чтобы отпустить негатив изнутри попробуйте смотря на пламя свечи или на пламя в камине в костре вот прям почувствовать как туда сливается темная энергия из вас негатив вот прям через дыхание вы ее выдыхаете а вдыхаете светлую энергию вы выдыхаете эту темную энергию в огонь и огонь и и полностью сжигает полностью без остатка дух огня он всегда справляется с негативом с тем чтобы человек перестал думать негативные мысли очень часто здесь совершенно точно вы истощены вам нужна поддержка вам нужна забота вам нужна опора и вот дух огня он вам обязательно поможет родственники помогут и поможет какой-то человеку который как для вас как отдушина некоторое это совершенно точно карта хорошая на самом деле показывает всегда хорошего добротного такого человека который изо всех сил сражается держится до простого человека вот именно простого лопух он же простой вот еще карта часто показывает что у вас могут быть проблемы в личной жизни то есть когда вот получилось так что какие-то отношения испорчены и конечно она говорит о том что нужно держаться нужно заряжаться оптимизмом потому что вы как лопух вы всегда прорастете все будет хорошо и наладится все в будущем ну такая вот первая позиция позиция номер два какое вы растение какой вам совет дадут высшие силы на сегодняшний день вышла карта калифорнийский маг карта воскрешение и в первую очередь калифорнийский маг карта воскрешения на говорит о том что вы где-то себя потеряли дневной свет лампы фонари которые всегда нас окружают сейчас данный период жизни они надевают на нас маску к сожалению и мы забываем настоящих себя забываем тех людей которые сидят внутри нас и как их вытащить на свободу нужно погрузиться в полную темноту попробуйте дома выключить свет полностью и даже задернуть штуру если фонари светит вам в окно и погрузиться в полную темноту остаться в одиночестве сесть и вот прислушаться кто на самом деле какие ощущения у вас в темноте и ну задать себе вопросы наиболее ли вы откровенны когда находитесь в полной темноте как вы двигаетесь как вы себя ощущаете и на самом деле самый главный вопрос здесь кто я то я на самом деле какое мне лицо вы запутались вы человек который верит в то что то маска которую носит среди бела дня это и есть он и в первую очередь вам нужно столкнуться с истинным я с тем кто вы есть на самом деле это можно сделать только если вы погрузитесь полную темноту вот такая карта она очень серьезная на самом деле потому что скорее всего все ваши проблемы в жизни которые есть сейчас от того что вы не настоящий или не настоящая более того карта призывает помнить что всегда тьма сменяется светом день ночью зима летом эти циклы они неизменны даже на северном полюсе полгода темно а полгода светло то есть в любом случае день сменится ночью а ночь днем и если сейчас в вашей жизни как вам кажется беспросветная тьма но вы в лучах софитов все время изображаете себя кого-то то утро в любом случае наступит и светлая полоса в жизни в любом случае наступит просто вам нужно об этом запомнить помнить об этом потому что вы скорее всего забыли себя и забыли об этом ну такая карта такая позиция номер два третья позиция какое вы растение какие какой совет вам высшие силы дадут на сегодняшний день назад природе подорожник вы подорожник вот знаете я очень люблю подорожник если честно потому что это растение такое замечательное вы знаете что если его пожевать чистый подорожник естественно не нас дороги его срывать но вот летом сорвите подорожник свежий в лесу или где-нибудь где точно знаете что хорошая экология в саду там да и пожуйте его лечит желудок внутренние ранки активизирует все жизненные процессы подорожник потому что он знаете какой живучий он вот вот я не знаю я мало каких растений видела более живучих чем подорожник он и в пыли и в грязи и на асфальте прорастет вот вы такой подорожник вас куда не выгоняй вас как не пинай вы прорастете вы будете все равно оптимистом понимаете вот такой вы хороший человек возможно вы умеете хорошо рассказывать о дальних странах о путешествиях или о том как вы хотели бы где-то побывать и ведь нужно нужно понимаете вы прирожденный путешественник вы человек который должен съездить везде вот карта она вам советует поезжайте куда-нибудь вот в первую очередь поезжайте вы человек которому нужны яркие новые позитивные впечатления даже если вы только что вернулись откуда-то вам нужно снова ехать обязательно вам нужно посещать музеи выставки общаться с людьми и вот еще призыв есть до назад к природе общаться с природой почаще выходить какие-то походы может быть в сплавы по реке может быть приезжать к морю то есть все это ваше вы человек вот такой вот вы можете передвигаться очень много вы нигде не пропадете вы коммуникабельны и вам всегда нужны новые впечатления его очень близки к природе вы человек природа вы тот кто действует стихийно вы тот кто действует спонтанно может быть там тот кто чувствует природу на самом деле вспомните свое детство когда вот сейчас даже вспоминаешь да что-то ты делал такое сумасбродное ну какой я был отчаянный там не знаю мог упасть коленку разодрать в кровь тут же грязь с дороги пыль попала да вот это все но ведь заживала же и сейчас может быть люди вот трясутся над какими-то вещами такими вы понимаете что ну мы все все равно остаемся детьми нужно быть немножечко сумасброди немножечко отчаяние в жизни совершать сумасшедшие поступки предлагать кому-то их совершать тянуть за руку да то есть такие советы эта карта дает она на самом деле очень веселая она позитивная она показывает всегда что вы сочувствующий человек вы можете другим помочь и заразить их вот этим оптимизмом своим по жизни многим людям нелегко отпустить свои страдания может быть и вам тоже но вас внутри живет этот живчик оптимист и если вы его сейчас включите если вот эта искра в глазах загорится если позитив загорится да вы исправите все свои ситуации которые есть у вас жизни нехорошие и вы станете но для многих большим примером на самом деле даже если что-то совсем плохое творится в жизни вы все 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 преодолеете просто с помощью своего же вот этого задора жизненного вспомните себя такая позиция номер три четвертая позиция какая вы трава какое растение и какой совет вам дают высшие силы на сегодня так но тут вышел тимьян и совет по ней по этой карте очистись ну конечно карта всегда сразу показывать но может быть есть какой-то негатив или куча негативных мыслей или негатив извне да то есть нужна чистка может быть так даже просто энергетически нужна чистка но также иногда организм нужно почистить или просто очистить вы мысли свои от негатива то есть вымести веником весь негатив из своей головы просто-напросто взять вот мысленно представить как вы взяли веник и подметайте в голове у себя на карте мы видим лабиринт вы сами знаете что лабиринт означает всегда да есть вход есть выход но часто когда ты идешь по нему кажется что уже вроде как выход светит и появляется еще один поворот еще один коридор может быть вы когда-то в жизни с пути со своего сворачивали и вам казалось что вы уже у цели что вы скоро всего достигнете а все равно получалось что приходится еще идти 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 вот карта она даже советует вам сходить может быть в вашем городе есть где-то лабиринт и прогуляться по нему на самом деле пока вы плутаете по лабиринту вы успокаиваете ум успокаиваете сердце вы приобретаете драгоценный опыт то есть наша жизнь это самый настоящий лабиринт и пока вы плутаете по нему по этому жизненному лабиринту вы живете вы получаете все новые впечатления новый опыт но каждый раз думая о том что это все негативно что вот эти вот коридоры лабиринта они негативны вы разрушаете себя зачем вам это нужно нужно понимать что у нас есть в жизни такие лабиринты и что выход из них обязательно вы найдете вот что-то вас пугает возможно сейчас что-то вас настораживает может быть вы часто печалитесь жизни о потерянном времени у многих возникает такой страх как же я не успел чего-то также потерял столько времени впустую но сожалеть о прошлом это все равно что воду вступит лочь до прошлое прошло и вы никогда в него не вернетесь представьте что вы родились сегодня и прошлое просто отпало и надо принять жизнь такой какая она есть младенчики даже если у них онкология рождаются с онкологией они же принимают жизнь такой какая она есть и принимают даже онкологию кто-то рождаются с вич инфекции даже да и принимает но вот родился такой кто как самыми тяжелыми вещами рождаются люди но так как они не совершали никаких действий до этого они принимают как есть них нет прошлого не только что родились верно попробуйте родиться сегодня представьте что у вас есть такой-то набор вот вам там не знаю 35 вот у вас есть определенный список там не знаю каких-то хронических заболеваний такая-то внешность за трое детей вы родились у вас уже трое детей да вот представьте что вывод там не знаю в таких-то условиях вот все у вас так примите свою жизнь как она есть и поймете сразу что лабиринты в жизни нужны не бывает прямого пути и отпустите вот весь этот негатив который есть у вас в голове скорее всего вы по этой карте судя да может быть даже себя немножечко ненавидите может быть предъявляете себе за претензии или кому-то да и единственный выход это просто избавиться от плохого поверьте ваша жизнь изменится к лучшему тимьян такое очень сильное растение она сжигает внутренним огнем все плохое у человека из жизни только просто появившись в его жизни то есть вот это даже слова тимьян у вас появилась жизни да и она начинает трансформировать пережигать то что у вас есть нехорошего и поверьте у вас идет уже трансформация то есть высшие силы вам через эту карту это говорят такая позиция номер четыре пятая позиция какой совет вам дают высшие силы на сегодня какое вы растение вы окопник и он спрашивает вас да что нужно починить заметьте тут куколка и бабочки то есть вот так интересно на карте да карта прежде всего призывает к системности то есть нам кажется да что все должно в мире быть целым вообще окопник это такая трава такое растение которое соединяет ткани на самом деле способствует срастанию того что было разрушено раздробилась вот ну допустим костей срастанию костей срастанию мышц у человека и вот смотрите представьте ситуацию до что каждый человек имеет такой стереотип что все должно быть целостным что ничего не должно разрушаться да это ведь неправда иногда нам нужно разрушить чтобы построить иногда нам нужно испытать кризис чтобы понять насколько хорошо жить в без кризиса в жизни без трудностей да карта вот именно призывает к системности то есть если у вас есть большая одна проблема вы можете кидаться ее решать и это разрушает вас вы становитесь слабым слабость признавать не хотите и вам становится очень плохо тяжело перед людьми вы лицо терять боитесь да и так далее то есть это замкнутый круг разбейте большую проблему на маленькие раздробить ее и составьте план как вы будете эту проблему поэтапно решать если же у вас никаких проблем нет ставьте задачи и цели сейчас и тоже одну большую цель делите на много маленьких раздробленных целей и поэтапно их добивайтесь так будет проще добиться одной большой цели в жизни так будет проще решить одну большую проблему или даже несколько больших проблем то есть вот такую системность организовывать окопник но также карта показывает что вам нужно скорее всего сначала выпустить пар то есть взять может быть пойти в уединенное место ну там не знаю на лугах в поле как заорать выпустить надо понимаете заорите дома в подушку главное чтобы никто не слышал вот так прям во всю катушку прям прооритесь карта показывает что может быть нужно взять какие-то ненужные предметы там не знаю горшки длинные посуду которая уже и так под разбито немножко потреснула да пойти в укромное местечко как разбить все это то есть вам нужно вот именно вот сейчас оторваться понимаете потом сесть выдохнуть и составить этот план и действовать ему то есть вы все равно придете к цели вам нужно достичь состояния когда мозг перестает тараторить и когда вы просто себя отпускаете и когда вы наконец начинаете смыслить именно трезво потому что я так понимаю вы столкнулись ситуации когда уже трезвой мысли нет вот такая позиция номер пять и позиция номер шесть какой совет вам дают высшие силы на сегодня какое вы растение вы у нас крапива и она вас призывает обрати внимание ну крапива вот идете вы по лугу да и где-то там проросла крапива но когда она вас кусает вы же тоже оглядываетесь верно говорит обрати внимание тебе нужен твой глазик особенно третий что-то ты упускаешь явно конечно эта карта часто призывает индивидуальную к тому чтобы увидеть индивидуальность окружающих людей часто вот допустим старики да очень переживают из-за того что кто-то перестает окружающие перестают видеть их уникальность индивидуальность и смешивают с толпой но также смешать с толпой можно вообще всех остальных то есть карта советуют но как-то вот смотрите на людей как на огромную серую массу и вам нужно обратить внимание на коллег на друзей на знакомых на родственников на свою семью и понять что каждый из этих людей уникальная личность может быть у вас есть проблемы с любимым человеком или с какими-то людьми портятся отношения но просто обратите внимание что каждый индивидуален каждый уникален он думает со своей колокольни своей головы вот на это нужно обязательно обратить внимание что рассуждает каждый человек из себя они из вас и еще знаете на чего обратите внимание на то что в первую очередь все люди думают о себе на самом деле никто допустим не обращает внимание на то деле вы сегодня шарф или не одели до надели вы сегодня юбку или надели брюки всем по сути плевать зато им очень важно обратите ли вы внимание на их наряд на их костюм и когда они вам делают замечания любые любого рода вообще по вам вам кажется что это действительно замечание по вам а на самом деле человек хочет обратить внимание на себя и вот это нужно конечно по этой карте запомнить крапива также призывает к тому чтобы повысить сопротивляемость организма свертываемость крови то есть вам нужно укрепление как будто бы какое-то да потому что она богата витамином к она очень такая ценная трава на самом деле вот кажется да вроде такая она невзрачная попробуй их не подойдите так укусит и поймешь как она невзрачная то есть характер есть у вас скорее всего она эта карта показывает сразу да но она также показывает что любая невзрачная трава может очень сильно вылечить если на богата витамином к не все растения им богаты и она всегда показывает что нужно укрепление нужно психологическая защита нужно может быть даже не быть таким дерзким да но постараться ставить себя на место каждого и помогать но такая позиция номер шесть всем спасибо за внимание что ваших комментариев по данному видео приглашаю вас на индивидуальные расклады на консультации поясновидению на ритуалы подписывайтесь на наши каналы ставьте лайк этому видео пишите комментарии и до новых встреч